добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о наставничестве очень часто мне задают вопрос как же быть с тем что наставник злоупотребляет свою власть это важный вопрос он очень интересен тем что он наверное самый болезненный наверное самый распространен действительно некоторые люди которые ушли допустим из нашей церкви они в мой адрес бросали такие обвинения что я достаточно деспотичен что вокруг меня все бегают всем не служат и так далее и так далее так далее но это были как раз те люди которые не только мне не служили но и в принципе в церкви больших каких-то заслуг за ними не водилось проблема друзья состоит в том где у тебя вот это вот грань до которой ты служишь до которой ты готов подчиняться быть в послушании и за которой уже начинается злоупотребление сегодня кстати огромное число женщин и мужчин нетрадиционной ориентации подают суды на звезд составившихся потерявших влияние за сексуальное домогательство и когда ну часть из этих вещей исков они они оправданы но как я заметил очень много этих вот шумных заявлений они просто найти такой некий шум создает не имея под собой серьезных оснований потому что я смотрел интервью с одной женщиной которая обвиняла но известного актера в сексуальных домогательствах и там речь шла о том что он делал неприличные намеки но мы говорим о мире мы говорим о людях о мужчинах и женщинах которые делают определенные намеки даже в церкви когда парню нравится девушка он делает определенные намеки и в этом есть определенная сексуальность потому что куда мы без этого я к чему где провести вот эту черту где есть проявление того что тебе человек нравится где есть флирт а где есть уже домогательство и у каждого человека вот эта черта своя каждая определяет его самостоятельно и то же самое относится к злоупотреблению власти вот до какой черты служитель наставник он имеет право а за ней нет и мне кажется что каждому из нас выбирать самостоятельно когда мы с вами выбрали следовать за христом когда мы посвятили ему свою жизнь мы тоже провели определенную черту до нее живу я после нее живу уже не я но живет во мне христос то есть где ты служитель божий везде это идеальный вариант в доме в церкви на работе или где бы ты там не находился где твоя черта когда твой наставник приходит к тебе и говорит что ты должен сделать то-то и то-то и ты ему говоришь о извини ты зашел ты пересек черту ты не можешь этого делать редко когда люди говорят что пришел мой наставник и сказал ну-ка продай все вещи в доме и быстренько отдай мне все деньги или какие-то другие еще более непристойные вещи такого практически не бывает зачастую люди которые говорят о злоупотреблении это люди которые приходят к своему наставнику и он говорит не поступай так потому что это неправильно и с точки зрения писания с точки зрения общечеловеческой морали догиешь нет я буду поступать так как я хочу это моя жизнь чего ты лезешь мою жизнь ты злоупотребляешь своей властью и ты продолжаешь идти и допустим делать какой-то грех чаще всего когда говорят о злоупотреблении власти наставником речь идет именно об этом предыдущих программах я говорил вам о том что вы должны дать власть своему наставнику поэтому вы проводите эту черту и вы разговаривая с этим человеком вы говорите что вот это твоя компетенция дальше извини это моя личная жизнь и твой наставник будет думать становиться ли таким человеком для тебя или нет но что же делать если такой человек наставник все-таки действительно переходит определенную черту которая общепринятое начинает требовать те вещи которые даже бог наверно не требует я думаю что стоит прекратить такого рода отношения мягко без скандалов прийти и сказать извини но такие отношения меня не устраивают поэтому давай мы будем просто друзьями и так наставник может злоупотреблять своим положением но каждый из нас обладая свободой во христе может закончить эти отношения в любой момент и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»